А теперь к мировым новостям. Иран обвинил Израиль в краже дождевых облаков. По словам иранских военных, в еврейском государстве разработали технологии, позволяющие перетягивать тучи с территории Ирана на территорию Израиля. В Тель-Авиве разводят руками. Таких технологий нет, рассказывает Сергей Услендер. Все помнят, как некоторое время назад премьер-министр Израиля Нетаньяху предложил Ирану помощь в преодолении засухи. Для этого правительство открыло специальный сайт на Фарси, куда выкладывают новейшие разработки в области сбережения и опреснения воды. Ответ Тегерана последовал незамедлительно. Изменение климата в Иране является подозрительным. Израиль и другая страна региона имеют общие команды, которые работают над тем, чтобы облака, которые поступают в иранское небо, не могли выпустить дождь. Помимо кражи облаков, иранский генерал заявил, что Израиль ворует у Исламской республики снег. Дескать, горные вершины в стране растаяли, а значит, снег кто-то украл. Разумеется, некоторые технологии управления погодой уже есть. Можно, например, разогнать дождевые облака над конкретным городом на некоторое время. Но вот украсть облака – это из области фантастики. Особенно учитывая, что между Израилем и Ираном расстояние почти в 2000 километров. Разумеется, заявление иранского генерала было, что называется, фейковым. Но оно отлично отражает суть отношений между двумя странами. Это война. Иранские военные действуют в Сирии, Израиль постоянно бомбит там их объекты. Последнее столкновение в мае этого года едва не привело к масштабному конфликту. Против тех, кто угрожает уничтожить Израиль, мы действуем со всей мощью, чтобы обеспечить вечность Израиля. Даже когда мы малочисленны против множества врагов, даже когда нам приходится противостоять всему миру, мы действуем здесь, в нашем регионе. Мы делаем это на международной арене, прорываем стену за стеной. А иногда нам приходится пробиваться сквозь стены лицемерия. Самое любопытное, что заявление генерала Реза опровергли сами же иранцы. Глава метеорологической службы республики сказал, что Иран действительно страдает от длительной засухи. И это глобальная тенденция. А озвучивание таких странных идей не только не решит проблемы, но и будет мешать найти правильные подходы. Сергей Узлендер, Хабар 24.